Добромбек Еляхунов идет в спортзал сразу же с поля. Почти половину тренировок они проводят здесь и только приемы борьбы учат в зале. Днем обычно все трудятся на полях, поэтому тренировки начинают вечером. На тренировки ходят в основном школьники. Девочки и мальчики занимаются вместе. Принимают сюда детей старше 10 лет. У нас в селах, как вы знаете, дети даже не окончив школу уезжают в Россию. До 11 класса дети тренируются по графику. Сейчас борьба уже не представляется без девочек. У нас и девочки есть. Их обычно характеризуют нежными. Но они не такие. Они тренируются, борются и успешно наравне с мальчиками. На зимах Ялбек Кызы в зал ходят уже месяц. Ученица 8 класса уже привыкла к тренировкам и условиям секции. За короткое время она успела поучаствовать в нескольких турнирах и даже стала победителем чемпионата республиканского уровня. Мои старшие сестры тоже занимались борьбой. И я тоже захотела заняться. Надеюсь, я стану чемпионом. Я участвовала в четырех турнирах. Дошла до республиканского турнира. На районном взяла первое место. На областном тоже заняла первое место. К сожалению, к республиканскому турниру мы не подготовились и заняла третье место. На офисах Абибилаева тоже занималась в этом зале и стала чемпионом страны. Сейчас работает учителем физкультуры в школе имени Атыра Туру Гильдеева. Молодая учительница с детства неразлучна со спортом. Временами ходит в зал и дает советы девочкам. Молодая учительница с детства неразлучна со спортом. В 2018 году по всей республике окончили 11 классов около 60 тысяч учеников. Среди них 46 тысяч выпускников сдали общереспубликанское тестирование. Остальные почти 15 тысяч выпускников не захотели поступить в высшие учебные заведения. Исследование ООН по восприятию гендера общественностью показало, что 23% ранних браков заключается по согласию несовершеннолетних, а 18% из-за роста бедности. 17% ранние вступления в половые отношения. 16% по влиянию религиозных убеждений. Причину по согласию несовершеннолетних связывают с тем, что родители навязывают понятие «основная цель – выйти замуж». Психологи подтверждают, спорт меняет подростков только в лучшую сторону. Спорт – это не только здоровье, но и сильный инструмент влияния на характер детей. Санятия спортом имеют много положительных сторон для девушек. Во-первых, формируется их отношение к работе, их старательность повышается. Во-вторых, у девушки в психологическом плане формируется правильное восприятие к окружающим, улучшается мировоззрение. Особенно это важно в подростковом возрасте, когда девушки воспитываются через спорт в правильном направлении, и они научатся ставить цели и достигать их. Нурджан Давуда Хунова – первая чемпионка из «Красного маяка». Она занималась борьбой на поясах «Алыш». В 2002 году стала чемпионом Азии и удивила всех односельчан. Я первый раз участвовала на турнире, когда открылся спорткомплекс «Алыш». Там же заняла первое место с весовой категории до 50 килограмма. Далее участвовала в чемпионате Азии, который проходил в Аше. Потом участвовала в турнире по дзюдо, который проходил в городе Джалабадзе. К сожалению, я там не заняла призовое место. Эта медаль я получила на турнире, который проходил в спорткомплексе «Алыш». Из-за жизненных обстоятельств Нурджан была вынуждена приостановить тренировки, но недавно она вернулась в спорт. На прошлой неделе заняла третье место в областном турнире, и это дало вдохновение усиленным тренировкам. Участвовала во многих турнирах. Призовые места тоже много заняла. В 2005 году я вышла замуж и бросила спорт. После 16-летнего перерыва я никому не сказав, без тренировки поехала в Ош на турнир. Там девочки попались очень сильные. Я выиграла только из-за стыда, потому что я не хотела проигрывать. Спортивный зал при Союзе был помещением табаководов. Здесь какое-то время работал детский сад. Потом сельчане разрешили его использовать как тренировочный зал. Здание с площадью 50 квадратных метров перешел в частные руки. Поэтому ремонт и содержание зала лежит на плече тренеров и молодых спортсменов. В этом году со стороны местной власти было выделено 30 тысяч сомов для спорта. Сами прекрасно понимаете, что этих средств не хватит для улучшения спорта. Эти деньги хватает только на здоровье и питание. Мы благодарны нашим предпринимателям-односельчанам, которые помогают нашим спортсменам. О них тоже не должны забывать. Ну что сегодня писали? А ты нарисовал? А ты нарисовал рисунок? Что это такое? Лошадь. А это риса. А ты что написала, Нурджанат? Вечерние тренировки заканчиваются ближе к 9 часам. Теперь Даврамбек может уделить время своим детям. И каждый день так он успевает закончить и свои дела. И помогать односельчанам. За это он получает мизерные деньги. У нас с утра дела на поле, потом зал, а вечером с детьми делаем домашние задания. Такая жизнь с утра до вечера. Наши сельские спортсмены, слава богу, крепкие. Они живут достойно, не просят у кого-то помощи. Продолжение следует... Продолжение следует... А вы захватываете, если вы не хотите... А мы нарезаем лазу и разрушили перерыв. Ими посесть. Мне через дверь и пойти посесть. Такая жизнь. Иии... А ты... Насли Being a руке. Ими посесть. И мы переходим к улодок. Смотрите продолжение в следующей серии.